Привет! Вот решил поговорить о матче Спартак-Паре-НН, который вот только что завершился. Минимальный... Не, не минимальный, а победа Спартака 2-0. Все-таки они второй мяч забили. Уже на 97-й минуте Кристофер Мартин с передачи Музеса, завышавших на замену игрока, организовали гол. И Спартак победил 2-0. Абсолютно заслуженно, я считаю. Я вообще считаю, что Спартак провел лучший матч в сезоне. А все почему? Потому что все-таки Абаскалю хватило хоть чуть-чуть у Мишка выпустить Пруцова и Литвинова и оставить на банке Зомнина, который нахрен не нужен. И, честно говоря, это и поспособствовало хорошей игре Спартака. Потому что когда Литвинов играет опорного полузащитника, то качество игры у Спартака в разы увеличивается. И в целом, конечно, если брать первый тайм. В первом тайме Спартак доминировал с самого начала. Когда сначала Гацук ошибся, скинув головой мяч вратарю, эту скидку перехватил Промис. Бил в касание пустые ворота. Ну, не то, что пустые, а один на один с вратарем. Мяч катился уже в пустые ворота. Но Виктор Александров успел из пустых ворот выбить мяч. Вообще, я считаю, Виктор Александрова у Нижнего Новгорода мне больше всего понравился центральный защитник. Я не знаю, почему так Гацука этого хвалят. Но Александров по мне лучше, чем Гацук. На самом деле. Не зря его в сборную России вызывали. Я посмотрел, очень понравился Александров. И в целом, конечно, Спартак владел мячом. Нижний играл вторым номером. Они специально приехали, я так понимаю, играть на 0-0. Но, естественно, у них это не получилось. Они слишком глубоко садились в оборону. На самом деле. А Спартаку это в итоге было необходимо. И как итог, Спартак победил со счетом 2-0. Первым таймом мне Зиньковский понравился. Который дал предголевую передачу на Денисова. Тот поперек поля прострелил. Поперек штрафной. На Пруцова и Пруцов уже пробил по воротам. 22-й номер Нижнего пытался выбить мяч уже из пустых ворот. Получилось, что от его ноги мяч попал в ворота. Но гол записали на Даниила Пруцова. Пруцов в первом тайме очень активно играл. Двигался много, как и Литвинов. Зиньковский очень понравился. Понравился Медина. Промес, конечно, все-таки этот матч его не самый лучший был. Но он получил травму в первом тайме. И в перерыве его заменили на Соболева. У которого, кстати говоря, говорили, что отношения с Абаскалем не самые хорошие. Но, тем не менее, в перерыве он его выпустил. Несмотря ни на что. И Соболев, ну, в принципе, конечно, не лучший его матч. Но не могу сказать, что он уж прям сыграл плохо. Он старался. Но все-таки не получалось у него в основном обострять. Ну, а в целом, конечно, у Спартака, в принципе, никто не выпадал. Можно сказать, что и центральные защитники. За исключением одного момента, когда был разрезающий... Пас на Басселли, нападающего, да, нижнего. Басселли убежал от Дуарте. Бил практически один на один со вторым. Ну, там угол достаточно остренький был. Но если бы попал бы он в дальний угол, то Максименко, скорее всего, бы не справился. Потому что удар такой достаточно хороший. Мяч уходящий был. И в дальний угол, в принципе, были шансы у него попасть. Но пробил чуть-чуть рядом со штангой. И Спартаку повезло. Вот, в принципе, все моменты нижнего. Один момент и все. Больше моментов у нижнего не было. Честно говоря, я от нижнего гораздо больше ждал. Думал, что Абаскаль начнет чудить. Но он не начудил. Он в этом матче, конечно, очень правильно построил игру. Наверное, первый раз за сезон построил игру. И угадал с составом, по большому счету. И замены были достаточно правильные у него. И второй угол, я говорил, уже организовали. Мозес вышедший на замену. И Мартинс вышедший на замену. Мозес хороший пас отдал. А Мартинс хорошо разобрался с защитниками, с вратарем. И между ног Артуру Нигматулину мяч послал уже в самой концовке матча. Жалко, конечно, Нигматулина и Александрова. Они, конечно, вдвоем играли очень хорошо. А так, конечно, Нижний Новгород блевотные впечатления оставил на самом деле. Потому что, ну, вы все-таки приехали играть в футбол. Надо пытаться хоть как-то играть в футбол. Потому что даже, когда вы проигрывали, да, 1-0. Да, Спартак, конечно, не позволял Нижнему. Но все равно, я считаю, что нужно было более открыто играть. А они открыто начали играть уже только компенсированное время. Также за вторую желтую с поля был Кирилл Гацук у Нижнего удален. Но до этого Мозес отмахнулся от Александрова. Не знаю, почему судья это не заметил. И я понимаю, что Гацук возмущался, не хотел покидать поле. Потому что, если бы этот фолл зафиксировали, то до второй желтой карточки Гацука дело бы не дошло. И сами понимаете, что теперь Гацук пропустит одну игру Нижнего. И, конечно, и для Нижнего, и для Гацука не самый приятный факт, скажем так. Ну, а так, в целом, Спартак игрой сегодня порадовал, на самом деле. Они могли забить 4-5, в принципе, там у них еще моменты были. Но где-то Артур Нигматуллин спас, где-то били Спартаковцы мимо. Но, тем не менее, победа абсолютно заслуженная. И, в целом, конечно, если они так будут и дальше играть, то я думаю, что они будут по таблице подниматься. И если они также будут играть в Воронеже в следующую игру, то факелу будет с ними крайне сложно с Спартаком сражаться. Ну, вот как-то так, ребят. Спасибо за внимание вам. Всем удачи. Всем пока.